Камень Аркадий Гайдар Горячий камень Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб. Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сет, от щеки его через губы пролег кривой рваный шрам, и поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым. Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл, и тут же был сторожем схвачен. А-а-а! Ой, дедушка! Ой, ой, ой! Ух ты, похоже! Ой, прости, дедушка! Пойди, пойди! Дедушка, я больше не буду! Ой, дедушка! Ох ты! Конечно, старик мог бы стягануть Ивашку крапивой, или, что еще хуже, отвезти его в школу. Ой, не надо! И рассказать там, как было дело. Не надо, дедушка! Ой, не надо! Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в саденах. Позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы. Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку во своясь, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав догонку ни одного слова. От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Ух ты! Болото! Ой! Наконец он устал и опустился на торчавший из мха голубой кань. Ой! Но тот же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу. Она меня через дырку штанов ужалила больно. Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был горячий. Прямо как уголь горячий. А на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы. Ясно! Ясно! Этот камень волшебный! Волшебный! Это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписи глину. И вот он прочел такую надпись. Кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала. Ниже стояла печать, но не простая круглая, как в сельсовете. Нет. И не такая треугольником, как на талонах в кооперативе. Похитрее печать. Да! Два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые. Тихо. Тут Ивашка Кудряшкин очень огорчился. Ему было всего восемь лет, девятый, и жить, начинать сначала ему не хотелось. Сначала? Это что? Опять на второй год оставаться в первом классе? Нет. Ему вовсе не хотелось. Вот если бы через этот камень, не уча уроков, можно было бы из первого класса перескакивать сразу в третий, вот это другое дело. Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает. Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведрой звездки, а на плече держал палку с мочальной кистью. Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал. Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Да, но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко. Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти из караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые очень просто могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить. Понятно? Ах, да, понятно. Вот ты сам выволоки камень из болота в гору, а я потом приду туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукну. Ну, ладно, очень огорчил Ивашку такой поворот дела, но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото. Ивашка измазавшись грязью и глиной с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву. Ой, вот, теперь вкачу я этот камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Вот, ну-ка, сейчас. Так. Сейчас мы его выблоким. Ух ты! Люди говорят, что хватило немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен. И счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели. Да, на что он Ивашка молод, а и то такую жизнь видел. Три раза видел. Первый раз это когда я опаздывал на урок и совсем незнакомый шофер подвез меня на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. А второй раз? А второй раз, когда весной голыми руками я поймал в канаве большущую щуку. Вот как. Ну, а третий? А третий, когда дядя Митрофан взял меня с собой в город на веселый праздник первое мая. Так пусть же несчастный старик хорошую жизнь увидит. Вот так великодушно решил Ивашка встал и терпеливо потянул камень в гору. в гору. И вот перед закатом к измоченному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик. Дедушка, что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? Или ты надеешься разбить камень рукой? нет, Ивашка, я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала. Тот старик подошел к измученному Ивашке, погладил его по голове, и Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, а на самом деле я самый счастливый человек на свете. Ударом бревна мне переломило ногу, но это тогда, когда мы еще неумело валили заборы и строили баррикады, поднимали восстания против царя, которого ты видел только на картинке. Мне вышибли зубы, но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию. На соломе в низком холодном бараке метался я в бреду больной тифом, и грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце и вражья сила нас одолевает. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит, и что мы опять наступаем. и счастливые с койки на койку протягивали мы друг к другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, какая она сейчас могучей и великой. это ли еще глупый Ивашка несчастье? И на что мне иная жизнь, другая молодость, когда и моя прошла трудно, но ясно и честно? Да, дедушка, но раз так, то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог лежать на своем болоте? А пусть лежит на виду, пусть лежит, и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет? КОНЕЦ С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым, и много около него народу побывало, подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут во своясь Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение, а что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала. однако постоял, постоял и вовремя одумался. Э-э-э, думаю, скажут, увидев меня помолодевшим соседей, вот идет молодой дурак, не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала. Скрутил я тогда табачную цигарку, прикурил, чтоб не тратить спичек от горячего камня и пошел прочь своей дорогой. Субтитры субтитры Продолжение следует...